Америка снова закрывается. В некоторых местах это уже происходит. Если у вас есть дети, вы заметили. Джо Байден пообещал больше всего этого. Масок, карантинов, ограничений передвижения, правила о том, с кем вы можете есть, кому вы можете прикасаться и как. Самые личные аспекты нашей жизни теперь полностью контролируются правящим классом. Люди, которые раньше кричали политикам, руки прочь от моего тела, не говорят ни слова, напротив. Они все это приветствуют. Вопрос в том, к чему это все, дело точно не в науке. Если бы маски и ограничения предотвращали всплески заболеваемости, мы бы не наблюдали сейчас всплесков заболеваемости, через 9 месяцев. Но мы наблюдаем. Так что ясно, что эти гении снова облажались. На этот раз они даже не утруждаются указать на качественные научные исследования, чтобы обосновать продолжение ограничений, потому что таких исследований нет. Так что же происходит? У католического архиепископа Карла Мария Вегана есть соображение на этот счет. Вегана правда руб. Несколько лет назад он приобрел много врагов среди иерархов, когда рассказал об их участии в продолжавшейся десятилетиями череде сексуальных преступлений. Они ненавидят его за это. Но Вегана 79 лет, и как многие люди на старости лет, он перестал беспокоиться о том, что думают другие. Вместо этого он говорит то, что считает правдой. Недавно он написал письмо Дональду Трампу, в котором содержалась такая оценка происходящего, которую вы едва ли услышите в этой стране. До прошлого февраля, написал Вегана, никто бы даже подумать не мог о том, что в наших городах гражданина могут арестовать просто за то, что он хочет пройтись по улице, подышать. За то, что он хочет, чтобы его заведение продолжало работать. За то, что он в воскресенье хочет сходить в церковь. Тем не менее, сейчас это происходит по всему миру. Фундаментальные права граждан, верующих, теперь отрицаются под предлогом чрезвычайной ситуации, которая все больше и больше походит на средства установления бесчеловечной, безликой тирании. Возможно, вы прежде не слышали этих слов, и на это есть причина. Конформистские пешки из наших новостных СМИ очень постарались, чтобы заглушить и дискредитировать письмо Вегана президенту. Yahoo News даже попытались как-то связать пожилого священника с Кьюаноном. Что для них имело смысл? Ведь он предположил, что глобальная чрезвычайная ситуация используется властью для достижения целей, не имеющих ничего общего с самим вирусом. И это, конечно же, бред сумасшедшего. Теория заговора, русская дезинформация, возможно, расизм. Лучше бы убрать это из интернета. Вымарать эти идеи, пока они не заразили всю страну. Это позиция СМИ. Единственная проблема в том, что то, что написал Вегана, на самом деле правда. Это не теория заговора. Все фактически точно. Посмотрите это сентябрьское видео. Вы, может, его не видели. Его не так много крутили в этой стране. Это премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступает перед ООН. Эта пандемия предоставила возможность для перезагрузки. Это наш шанс ускорить наши усилия, чтобы преобразовать нашу экономическую систему. Чтобы решить такие глобальные проблемы, как крайняя бедность, неравенство и изменение климата. А, так это наш шанс! Как говорит Трюдо. Не шанс спасти вас от вируса с выживаемостью 99%. С вами практически точно все будет в порядке, и им это хорошо известно. Это возможность навязать совершенно беспрецедентный социальный контроль, чтобы преодолеть демократию и переиначить все так, чтобы это соответствовало их странным теориям, которые никогда в реальном мире проверены не были и вообще имеют мало смысла. Это их шанс. Цитата «Эта пандемия предоставила возможность для перезагрузки». Конец цитаты. Держите в уме, что мы слышим это не от Кью Анона. Это говорит глава государства. И он не одинок. Клаус Шваб, основатель Всемирного экономического форума, Шваб написал книгу «Ковид-19. Большая перезагрузка». Книга совсем не о науке или медицине. Нет. Вместо этого она описывает, цитата, «Какие изменения будут необходимы, чтобы создать более инклюзивный, жизнеспособный и устойчивый мир в будущем?» Конец цитаты. О каких изменениях, говорит Шваб, мы не знаем. Но в чем мы уверены, так это в том, что платить за них будете вы, а выиграют от этого те, кто у власти. Это точно. На эту мысль наводят то, как изменилась их риторика по сравнению с тем, что мы слышали, когда пандемия началась. Локдауны на уровне штатов начали водиться около восьми месяцев назад, в середине марта. В то время губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом предположил, что 56% населения штата, это больше, чем 25 миллионов человек, будут инфицированы за следующие восемь недель. Заведение придется закрыть, признал Ньюсом, но он также пообещал, что все это скоро закончится. Цитата. «Это не перманентное состояние», — уверил Ньюсом. «Это момент времени. И это должно было нас насторожить. Потому что, в конце концов, этот момент бесконечно растянулся. Достаточно скоро Ньюсом уже рассказывал, с кем нам можно проводить время и с кем можно общаться. Как всегда, хочу вам напомнить, ограничьте свое общение со всеми, кроме домашних. Это просто здравый смысл. Но данные показывают, что не все следуют здравому смыслу». Хорошо. Это было в июле, когда Гевин Ньюсом говорил, что данные показывают. Что же показали данные с тех пор? На 15 ноября примерно 2,6% жителей Калифорнии были инфицированы. Примерно на 20 миллионов человек меньше, чем, по предсказанию Гевина Ньюсома, должно было заразиться к маю. С какой-то стороны похоже на победу. Можем ли мы объявить победу? Нет. Ровно наоборот. Сегодня Ньюсом объявил о скором введении больших ограничений. Калифорния, по его словам, дергает стоп-кран. Стоп-кран? Жизнь останавливаем. Сегодня 41 округ в нашем крупнейшем штате находится под самой жесткой формой ограничений. Церкви, фитнес-клубы, рестораны и так далее не могут предоставлять никаких услуг в помещении. Так на каких основаниях Гевин Ньюсом все это вводит? На научных, конечно. Гевин Ньюсом ведь верит в науку, но никогда дело касается его лично. Потому что лично он, как человек, Гевин Ньюсом, является исключением для законов эпидемиологии. И мы знаем это потому, что 9 дней назад губернатора поймали за нарушением собственных предписаний. Когда он ужинал в одном из самых дорогих ресторанов штата в компании дюжины людей. И, кстати, он в порядке. Он не умер. Если ты бог, что тебе боятся вирусов? Ограничения, а не для смертных. Вы могли бы подумать, что то, что он попался, навредит Ньюсому. Когда тебя ловят за нарушением твоих же предписаний, раньше для политиков это было большой проблемой. Но уже нет. Они уже не стыдятся собственного лицемерия. Смысл этого — унизить всех остальных, заставляя их подчиняться очевидно абсурдным указам. Поглядим-ка, что еще мы можем заставить их сделать. Так, в интересах здравоохранения. Каждый обязан носить шапку с рогами каждую среду. Это закон, распоряжение доктора Фаучи. И, кстати, люди бы делали это. Они бы следовали указаниям, иначе СНН их наругает. В такой обстановке, когда доминируют совершенно неразумные требования властей, посредственности, вроде мэра Чикаго Лори Лайтфуд, процветают. Этот момент будто бы создан для нее и людей вроде нее. Смотрите, как она объясняет на MSNBC, как лично у нее нет обязанности следовать ограничениям, за нарушения которых вас могут арестовать. Что вы скажете тем, кто критикует вас за то, что меньше недели назад вы вышли перед огромной толпой, празднуя победу Джо Байдена? А теперь вы говорите, что город нужно снова закрыть. Что это значит? Есть моменты, когда нам на самом деле нужно передохнуть и собраться вместе. И мне показалось, что это был один из таких моментов. Толпа бы и так собралась со мной или без. Ага. Заметьте полное отсутствие стыда. Никакого стыда вообще. Не изменился даже тон голоса. Есть моменты, когда правила просто меня не касаются. Хорошо. И никто ничего не говорит. Так когда конкретно правила перестают работать для тех людей, которые придумывают эти правила? В городе Вашингтон мэр Мюрриэл Баузер решила, что ее правила не работают во время вечеринки по поводу победы Джо Байдена в Делавери. Так что туда она и отправилась. Посещение вечеринки, как она объяснила, было, цитата, «Абсолютно необходимым». И это было, как вы можете догадаться, официальным визитом. То есть Мюрриэл Баузер не должна сидеть на карантине и как-то ограничивать себя в передвижении, потому что это в интересах демократической партии. Как выглядит эта большая перезагрузка? Вот как она выглядит. Когда люди у власти могут делать, что захотят, потому что они у власти. Ни один принцип не является универсальным, ни один стандарт не применяется ко всем. Никто не рад этому больше, чем губернатор штата Вашингтона Джей Инсли. Инсли не ученый, он юрист, как и все остальные. Но послушайте, как он говорит о том, что вам больше нельзя делать в его штате. Запрещено собираться в помещении с людьми, кроме тех, с которыми вы проживаете, за исключением случаев, когда они самоизолировались на 14 дней до этого мероприятия. В иных случаях количество людей должно быть не больше пяти. Рестораны и бары не могут обслуживать в помещении. Количество посетителей церковных служб должно составлять не более 25% от вместимости, или не более 200 человек, что из этого меньше. Запрещается выступать хорам, группам и ансамблям. Большая перезагрузка грядет, и богатейшие люди мира всецело это поддерживают. Билл Гейтс поддерживает большую перезагрузку. Как же она будет выглядеть? Ну, живой музыки точно не будет. Хоры будут вне закона, только если они не поют оды в честь Камел и Харрис. Согласно CNN, Рождество отменяется. Извините, надевайте свою маску и проводите праздники в одиночестве. Удачи! Так как долго все это может продолжаться? Это странная, но хорошо различимая смесь лицемерия и авторитаризма. Сложно представить, что это может продолжаться вечно. В том письме президенту архиепископ Вегана написал вот что, и это стоит услышать, цитата. Эта большая перезагрузка обречена на провал, так как те, кто ее задумал, не понимают, что еще остались люди, которые готовы выйти на улицы, чтобы отстоять свои права. Защитить близких. Обеспечить будущее для своих детей и внуков. Конец цитаты. Надеемся, что так и есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова